Друзья, всем привет! С вами канал Графин и я Владимир. Чуть больше трех месяцев назад я записал ролик, вместе с вами мы дегустрировали 5-летнюю метаксу, купленную в России в одном из магазинов. Не помню в каком, это не важно. Факт то, что эту метаксу мы забраковали. Это был просто отвратительный напиток. Ну, как бы разочарование не то, что года, можно сказать, всей жизни, потому что мы все с вами знаем, насколько популярный греческий напиток метакса. И вот мои друзья, по моей просьбе, можно сказать, Елена и Евгений, привези нам из Греции 5-летнюю метаксу. И давайте пойдем в студию и сравним, такая ли она отвратительная, как в наших магазинах. Что ж, друзья, мы в студии и даем второй шанс этому напитку. Потому что метакс, как мы знаем, довольно-таки известный, популярный напиток. Он входит в топ-50, я повторюсь. Я, в принципе, всю информацию говорил 3 месяца назад в этом ролике с этой бутылкой. Как видите, она стоит практически целая, потому что допивать у меня ее никакого абсолютно желания. Она полна разочарования. И как бы не просто разочарование там какое-то, а разочарование чуть ли не всей жизни. Потому что мы с молодости, я довольно-таки взрослый человек, помню этот прекрасный напиток. И тут было просто какое-то разочарование. Поэтому наши друзья Елены и Евгений, повторюсь, привезли. Друзья, вам большое спасибо, кстати. Персонали Елены и Евгению, да. Привезли мне бутылочку метакс из Греции. Как видите, вот такая коробочка. Ну, внешне они абсолютно одинаковые. Если сравнить, ну, размер, конечно, разный, это понятно. Это 0,5, а они не поскупились, привезли 0,7. Вот. Хотя, опять же, вы знаете, очень многие западные компании европейские разливают бутылки 0,7. 0,5 не разливают. А знаете почему? Потому что, кстати, 0,5 на американском рынке бутылка не представлена. Поэтому 0,7 это действительно идет бутылка на экспорт или на импорт, как правильно. Одним словом, бутылочка внешне практически, практически они одинаковые. Такая же граненая, такие же одинаковые. Пробочки, надпись. То есть, внешне, вы знаете, здесь я не видел никакой абсолютно разницы, ну, только что в размере. Также этикетка абсолютно, вот краски схожи, ну, схожесть, в принципе, 100%. Поэтому, собственно говоря, что-то я уже, что-то я очкуюсь, Лавик. Да успокойся ты, да, я сто раз так делал. Ладно, не будем говорить. Давайте пробовать, одним словом. Давайте, я беру дегустационный бокальчик, мы ее открываем. Пробочка такая же, как и здесь, без всяких валок, без всяких. И наливаем. Как бы там ни было, здесь не написано, что это ни бренди, ни коньяк, поэтому не буду называть это коньяком, к спору о том, что коньяк или не коньяк. Это, скорее всего, это бренди, или даже, можно сказать, настойка, потому что здесь и травы, и вина, намешанного всего много. Поэтому давайте будем читать его пока бренди, дадим ему, ну, 5 минут подышать. Друзья, 5 минут еще не прошло, прошла 1 минута. Мой оператор, это моя жена, подсказывает мне, что надо было сразу сравнить. Поэтому давайте я сейчас сделаю, хоть эта бутылка уже была и открыта, но она стояла плотно закрыта 3 месяца у меня в подвале. Ну, здесь пробочка такая же. Давайте я тоже налью. Ну, и будем их сравнить уже вообще, лоб в лоб, что называется, да, не только по старым воспоминаниям. Во всяком случае, сравним ароматику, все. Поэтому осталось у нас еще 3 минуты. Ну что ж, прошло 5 минут, и давайте их пробовать. Внешне, во всяком случае, абсолютно одинаковые, абсолютно и по цвету, и по искристости. То есть, практически, это, знаете, налито, можно сказать, почти из одной бутылки. По ножкам. Ну, абсолютно одинаковые, знаете, абсолютно одинаковые. Так что давайте я свяжу немножко со старого. Ну, я помню, что аромат мне очень понравился, я был очень приятно, или вернее, неприятно уделен вкусам. Аромат здесь по-прежнему цветочный, по-прежнему такой травяной, фруктовый, как я и сказал. Ну, немножко под выдох всегда, кстати. Прошло 3 месяца, хотя плотно закрыто, чуть-чуть он под выдохся. Спиртозности нет совсем. Но потерял немножко аромат. Потерял, стал чуть-чуть попроще. Но по-прежнему травы и фрукты преобладают здесь. Ну, как бы, так, аромат здесь неплохой тогда был, собственно говоря. Ну, из этой бутылочки. Такой же, чуть потонче, наверное. Да, вы знаете, почти такой же. Чуть-чуть, наверное, поострее, за счет того, что у нас более свежая бутылка. И также травянистые травы. Есть здесь немножко цитрусов, абрикосы. То есть аромат довольно-таки неплохой. Я тогда и там был удивлен. Аромат довольно-таки неплохой. Поэтому, собственно говоря, мне уже хочется его попробовать, если честно. Как-то аж бойзно, но надо, друзья мои. Давайте, за вас маленький глоточек. Напиток из Греции. Персональный Елене и Евгению. Спасибо за эту бутылочку. Ну, друзья, за вас. Хорошие напитки в каждый дом, да? Во вкозе выходит спирт. Опять же, здесь 38%. Также все абсолютно одинаково. Опять выпирает спирт. И та же самая история. Одним словом, знаете, ничего нового не произошло. Реабилитации у пятерки метаксы не будет. У меня стоит 12-летняя, 30-летняя. Но, как я сказал, 30-летняя ждет Романа Симона. Обещал ко мне скоро приехать. 12-летню мы сами как-нибудь попробуем чуть попозже. Но этот... Давайте сделать еще глоточек чуть-чуть побольше. Хотя я скажу так. Ох, 50 градусов, блин. Спиртяга бьет в нос, в рот. Фу. Знаете, что я скажу так? Это такая, как правильно выразиться, фруктовая водка. То здесь во вкусе, вот сейчас послевкусие и травы, чувствуются и цитрусовые. Абрикос, набор такой яркий, травяной и фруктовый есть. Но спиртяга здесь, действительно, здесь было написано, что это ратификат. Спиртяга здесь есть. Здесь нет никаких коньячных спиртов. Я не знаю, они мешают обычным, по-видимому, спирт с вином. С мускатным вином, как они позиционируют. Но по вкусу, ребят, это просто, друзья мои, это просто фруктовая водка. Скажем так, за 1000 рублей в среднем цена за метаксу, за эти деньги лучше купить тогда фруктовую Финляндию. Знаете, в Финляндии там есть клюква какая-то, они еще там есть многие, очень большой набор. Тогда уж то же самое. Так вы хоть, знаете, честно покупаете, понимаете, что водку. А здесь, я даже, если честно, не знаю, как его пить и под что этот напиток пить. Это просто вот как водка фруктовая, да, с травами, ну, под мясо. Ну, не знаю. В коктейле, может быть, куда-то еще. Ну, просто как напиток. По мне, не знаю, конечно, дело на любителя, дело вкуса. Но это не бренди. Это далеко не бренди. И этот напиток я не буду желать на ваших столах. Дело вкуса, конечно, может быть, кому-то и нравится. Но еще раз говорю, что я этот коньяк бракую. Пятилетняя метаксо – это вообще не мой напиток. Так что, друзья, меня извините. Выбирайте напитки лучше, выбирайте напитки вкуснее. Ну, и всего вам хорошего. Всего доброго. Что ж, придется на ужин идти в подвал что-то выбирать. С этим я ужинать не буду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok